У вас есть кухня? А на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Всем привет, это я Владимир Павлов, и я сегодня дежурный на кухне телеканала Еда. Самая обычная кухня, которая есть у каждого в доме. Что у меня здесь? А, у меня здесь холодильник, обычный набор продуктов, также у меня есть плита. Также у меня есть, смотрите что, вот такие баночки красивые, стеклянные, для того, чтобы в них хранить крупы. Также у меня что здесь есть? Раковина. У меня здесь есть ещё духовка и вот такой шкаф, где можно спрятать консервы и что-нибудь вкусненькое от детей, допустим, конфеты. И сегодня я принёс с собой вот такую корзинку, и в ней что у меня спрятано? Ага, у меня спрятана вот такая цветная красивая упаковка, в которой лежат креветки. Все мы любим креветки, ну, по крайней мере, я креветки люблю точно. И принёс лапшу. Лапшу, макароны, но не пасту, да. Сегодня я буду делать для вас азиатскую кухню. Сегодня я буду делать пшеничную лапшу с креветками и овощами. Я буду сегодня готовить вок. Вок с лапшой и креветками. Да, у нас сегодня будет с вами такая азиатская вечеринка, поэтому давайте-ка соберёмся. Я сейчас надену передник и буду готовить лапшу. Я на самом деле очень люблю лапшу. Если, например, сравнивать лапшу и пасту, то я, конечно, отдаю предпочтение лапше. Азиатской лапше, острой, неострой, пшеничной, гречневой, рисовой, какого угодно. Я очень люблю азиатские направления, поэтому сегодня я хочу вас познакомить вот с такой вот интересной едой. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужны креветки. И креветки я выбрал сегодня Агама. Несмотря на то, что креветка варёно-мороженое, это очень хорошая качественная креветка. Между прочим, это креветка камчатская. Наша креветка, ребята, которая до недавнего времени поставлялась только в Японию. Но теперь эту креветку можно встретить у нас в магазинах. Сладковатый, приятный вкус. Сама креветка достаточно мясистая. И поэтому эту креветочку я сегодня взял для своего блюда. Я её высыпаю. Ох, какая хорошая креветка. Крупная такая достаточно. Я высыпаю её в тарелочку. Дело в том, что эти креветки, они уже готовые. И мне не нужно будет их долго готовить, поэтому я их кину в свою лапшу в самом конце. Сейчас я немного залью их водой. Холодной водой. Кстати, вам даю небольшой совет. Никогда не размораживайте морепродукты или мясо или всё что угодно. Никогда не размораживайте в горячей воде, потому что у вас продукт начинает вариться. В данном случае, если вы креветки зальёте горячей водой, без того варёные креветки, вы их сварите, они просто будут жёсткие. А креветки должны быть мягкие и сочные. Ну да ладно. Смотрите, креветки у меня размораживаются. Теперь настало время овощей, потому что я буду делать лапшу с овощами. Пойдём к холодильнику. Привет, холодильник. Что же у нас здесь есть? Привет, Вова, сказал мне холодильник. Да. Морковь. Возьму зелёный лук. Возьму паприку. Возьму кинзу. Кинза, видите, немножко приуныло. Немножко приуныло. Болгарский перец, морковь, зелёный лук. И также я возьму чили перец. И также я возьму куриные яйца. Вот они. На самом деле я могу сказать, что это классический набор овощей для приготовления лапши. То есть это болгарский перец, раз, репчатый лук, два, морковь, три. Из овощей, по большому счёту, это очень хороший набор, который сделает вашу лапшу достаточно полной. Если вы делаете, например, с овощами, если вы делаете её с морепродуктами или делаете её с мясом. Отлично. Теперь я делаю это всё почищу. Мне нужна что? Мне нужна овощечистка. Вот такие сейчас, видите, модные овощечистки пошли. Поэтому сейчас я очень быстро всё это сделаю. Итак, теперь я подготавливаю. Делаю, как говорят в профессиональном языке, заготовку. Что это такое? Это то, что я беру паприку. Паприку, он же болгарский перец. Срезаю у него белую часть. И просто я что делаю? Я беру и нарезаю перец соломкой. Вот так его можно ещё подрезать. Так, чтобы соломочка была поменьше. И теперь я нарезаю болгарский перец вот такой соломкой. Могу вам сказать, что волк бывает разный. Его можно готовить и с мясом. Его можно готовить и с рыбой. Его можно готовить с овощами. Или вы можете приготовить какую-нибудь стеклянную лапшу. Есть такая ещё лапша. Её можно приготовить, например, с морепродуктами. Там на самом деле выбор очень большой. Главное соблюдать определённые правила приготовления этой еды. И всё у вас обязательно получится. Всё достаточно делается очень быстро. Главное иметь под рукой заготовки. Обжаривается всё в течение трёх-четырёх минут. И всё у вас готово. Болгарский перец я нарезал. Теперь морковь. Вот морковь я нарезаю вот таким пластиком. Так. И морковь я нарезаю так же, как болгарский перец. Нарезаю это всё дело соломкой. Потому что лапша у меня длинная. Соответственно, нарезка тоже должна быть соломочкой. Лук. Нарезаю овощи. И лапшу я буду готовить уже в самый последний момент, потому что она варится очень быстро. Репчатый лук. Отправляю всё это в миску. Чили-перец. Я хочу, чтобы у меня лапша была со стринкой. Так. Соответственно, я его обжарю. Обжарю тоже с остальными овощами. Креветки тем временем у меня уже разморозились. Солью лишнюю воду. Так. Посмотрите, какие красавицы, а. Наши камчатские креветки. И теперь надо эти креветки почистить. Был бы кто-нибудь у меня в помощниках, я бы сейчас обязательно это переложил бы на него. Но поскольку у меня никого нет, я почищу их сам. Благо они большие, достаточно крупные. Опа, всё, креветки почищены. Теперь я это всё дело убираю. Может быть, пригодятся эти панцири моим коллегам. И они снимут какую-нибудь программу, там приготовят биск. Поэтому я вот оставлю в сторону. Теперь я креветки немного подмариную, чтобы у них был такой приятный вкус. Чуть я их подмариную. Я добавлю много соевого соуса. И немного кунжутного масла. Много кунжутного масла добавлю. Лапша с кунжутным маслом, ребята. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Я подхожу к плите, и что я делаю? Мне нужно обжарить кунжут. Мне нужно обжарить кунжут, поэтому я ставлю такую вот хорошую чугунную сковородку. И сейчас я буду нагревать. Кунжут обжариваем без масла. Мне надо его немножко подрумянить. Включаю на самый максимум и ставлю кастрюлю, наливая в воду. Вот, наливаю сюда воду. Сковорода под кунжут у меня нагревается. Открою секрет. Кунжут всегда вкуснее, когда он слегка поджаренный. Это действие занимает буквально несколько минут. Закрою кастрюлю крышечкой, чтобы процесс был быстрее. И сейчас главное не профукать кунжут, потому что он очень быстро начинает жариться. Он должен быть цвета печенья, знаете, такого. Ну что ж, пока у меня обжаривается кунжут, я вам расскажу, напомню вам, что же я сегодня готовлю. Я сегодня готовлю лапшу с креветками, азиатскую лапшу с креветками, потому что ко мне сегодня придет очень интересный гость. Ко мне придет сегодня независимый ресторанный критик Тамара Иванова Исаева, между прочим, автор ресторанного гида 50 лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня все серьезно, ребята, все серьезно. У меня нет права на ошибку. Надо делать все хорошо. Поэтому вода у меня для лапши закипает, креветки у меня маринуются, кунжут обжаривается. Вот сто процентов, знаете, я вам могу сказать, что если бы я этим кунжутом посыпал бы лапшу, его бы не обжарил, вот Тамара стопудово бы мне сделала замечание, сказала, Володя, вот все хорошо, конечно, вот кунжут, конечно, надо было бы обжарить. Поэтому я его сейчас обжарю, чтобы никаких не было вопросов. Кунжут, если вы видите, да, кунжут, посмотрите, стал такого темного цвета, темно-песочного цвета, он уже готов, поэтому я его благополучно ссыпаю, протираю все салфеткой, все готово. И теперь я ставлю, я ставлю на огонь вот эту чудо-штуку. Теперь время пришло вам раскрыть главную тайну сегодняшнего обеда. Вот, посмотрите, какая у меня штука. Она похожа, знаете, издалека на вьетнамскую шляпу. Но на самом деле это, знаете, что это, ребята, даже не казан и не вьетнамская шляпа. Это настоящий крутой чугунный вок. Ля Кризе чугунный вок, который хорошо держит температуру. Благодаря своей форме вы легко приготовите блюдо вот такого направления. Он очень хорошо моется, можно мыть его в посудомоечной машине. Что самое интересное, вы можете даже использовать его на любых видах плит, в том числе и на индукции. Очень удобная штука. Вот такая крутая крышка из такого плотного стекла. Поэтому сегодня мы будем готовить лапшу вот в этом воке, настоящем воке, прямо здесь, на кухне. Вы можете приготовить это у себя дома. Представляете, как это круто? Убираю лишнюю посуду. Теперь что мне надо сделать? Теперь по большому счету уже практически все. Я взял лапшу пшеничную, она еще называется удон. Удон-лапша. Посмотрите, она связана вот по таким маленьким кучкам. Дело все в том, что здесь как раз вот эта порция, она может быть на двоих человек. Здесь все достаточно просто. Я возьму две, наверное, штучки. Две мне абсолютно хватит на меня и на мою гостью, поэтому нормально. Остальное все уберу. Ребята потом с панцирями от креветок съедят. Пойдет. Итак, вода. Вода закипела. Соль. Добавляю соль. Обязательно воду надо солить. Обязательно воду надо солить, чтобы вода была соленая. Все готово. Лапшу отправил я вариться. Вок. Вот это, да, вот это вок. Немного масла наливаю. О, смотрите, да? Сразу можно определить, нагрелся он или нет. Смотрите, масло прям сразу съехало. Это говорит о том, что действительно... Ну-ка. О, процесс пошел. Лапшу. Главное не прозевать лапшу. Лапша готовится очень быстро. Уже все готово. Поэтому... Надо ее слить. Уже все готово. Так. Остановлю процесс варки. Обдам ее холодной водой. Лапшу сварил и теперь начинаю обжаривать овощи. И вот теперь, смотрите, вот в таких домашних условиях можно приготовить вок. За счет того, что температура распределяется по всей области сковороды. Если у вас даже овощи находятся в этом месте, они у вас тоже будут жариться. Только не так интенсивно, а помедленнее. Самый интенсивный жар, он находится, конечно же, внизу. Для того, чтобы вам приготовить вок, если вы даже готовите на воке, вам никуда нельзя уходить и нельзя никуда отвлекаться. Потому что иначе, если вы отвлечусь, вы просто все сожжете. Здесь очень большая температура, поэтому овощи должны у вас обжариться, но не сгореть. Они должны у вас быть аль денте. Потому что, смотрите, к овощам я сейчас добавляю еще креветки. Креветки я напоминаю, да, что креветки вареные мороженые уже, и долго готовить не надо. Они уже были отварены, поэтому готовить их долго не надо, иначе они будут просто у вас дубовые. Поэтому креветки я тоже прогреваю в воке, никуда не отхожу. Смотрите, я все время помешиваю. Овощи равномерно у меня обжариваются, у них появляется такая золотистая, приятная корочка. Теперь остается только добавить лапшу. Опа! Теперь я добавляю сюда соевый соус, и обратите внимание, когда вы добавляете соевый соус, это блюдо не должно у вас находиться долго на сковороде. У соевого соуса есть свойство гореть. Он у вас может блюдо быстро подгореть, поэтому соевый соус, кунжутное масло, буквально немного для запаха кунжутного масла, и, конечно же, кунжутные семечки, которые я обжарил предварительно, для того, чтобы у них был более яркий вкус, и они не были на вкус сыроватые. И вот, посмотрите, что получается. Получается настоящая азиатская лапша у вас дома прямо. Мы взяли вок, взяли лапшу, взяли креветки, овощи, все это обжарил, добавил соевый соус, добавил кунжутное масло. Буквально быстро пулей, смотрите, что я делаю, быстро пулей, я беру кинзу. Беру свежую кинзу. Побольше кинзы, свежей, побольше кинзы. Пока ничего мне не подгорело, ребята! Надо было нарезать мне ее раньше. Так. Тем более, ко мне сейчас уже придет гостья. Ко мне придет дама, а я не готов. Кинза! Опа! Все! У меня все готово уже, поэтому... Последний раз я перемешиваю. М-м-м! А, вот это да! Вот это аромат, вот это аромат. Все, теперь я беру вок. У нас такой домашний вок, вы не забываете, да? И выставляю его вот сюда. Офигенная штука получилась, посмотрите. Теперь мне что остается? Я хочу пожарить еще яичницу глазунью и положить сверху на каждую лапшу. Желток будет сырой, это придаст такой, знаете, как будет соус. Будет соус для лапши. Так, мне осталось только пожарить яйцо. Наливаю немного масла. И по большому счету все. Пока у меня нагревается сковорода, я уже выкладываю лапшу в тарелку. Здравствуйте! Здравствуйте, Володя! Здравствуйте, Тамара, здравствуйте! Вы знаете, я готовлю сегодня. Я на запах пришла. Тут просто, да, запах, по-моему, километра за два уже идет. Слушайте, ну это здорово. Пахнет как от китайского ресторана. Смотрите, я приготовил сегодня пшеничную лапшу с креветками. А пшеничную, почему выбор пшеничной? Не гречневой, не стеклянной. Я взял пшеничную, потому что, мне кажется, да, вот так это, чтобы народу было понятнее более. Тамара, скажите, вы еще любите блюда, приготовленные в воке? Да, я очень люблю блюда, приготовленные, но я говорю на воке. И я не уверена, что в воке будет правильно. Потому что мы говорим на сковороде, а не в сковороде. А это, в принципе, одно и то же. И как-то мне пришлось некоторое время жить в Лондоне, где работал муж в этот момент. И у них была столовая, где отдельный, был просто отдельный прилавок, где готовили только вок. Хорошая столовая в Лондоне. Да, и туда всегда стояла очередь. Хотя и, в принципе, все остальное было очень вкусно. Но вот именно в этот отдел всегда стояла огромная очередь. Слушайте, ну, на самом деле, пока вы любуетесь моей лапшой, я быстро пожарю два яйца. Быстро пожарю два яйца. Как вы относитесь к тому, что в лапше еще будет яйцо? Отлично. Вы его не замешивали изначально в лапшу, я правильно понимаю? Да. А почему так решили? А я решил, знаете что? Я решил, что яйцо у меня будет служить неким соусом. Желток будет служить неким соусом. Поэтому я не хотел его обжаривать там. Я его хотел обжарить и положить именно сверху. Ну, до таких изысков и полного смешения, как яйцо пашот, например, вы не дошли. Ну, я думаю, что здесь яйцо пашот, мне кажется, в азиатской лапше-то не очень нужно, по моему мнению. Поэтому здесь можно хорошо обжарить обычное яйцо, положить, и будет очень вкусно. Тамара, скажите, а какую вы еду не любите? Вот прямо, знаете, не переносите. Не то, что она приготовлена плохо, просто даже если вам хорошо ее исполнят, вот не любите и все. Нет, если что-то хорошо исполнено, я ем все. Ага. То есть нет такого блюда, которое вот вы... Нет, это вот, извините, но не буду я ездить. Нет, ну я просто стараюсь сейчас уже, знаете, поскольку от одного взгляда на кое-какие углеводы сразу толстеешь, что кое-что я стараюсь не есть. Но, в принципе, я люблю всю еду. Ага. То есть вы всеядный человек. Да. Но потом, понимаете, мне кажется, что у нас сейчас стало модно быть, например, ресторанным критикам и не есть мясо. Вот приходят у нас критики на дегустации и говорят, Тамарочка, а ты не попробуешь за меня вот это мясо? Скажи мне, хорошее или так? Ага. Я тебе доверяю. Дальше они записывают мое впечатление об этом мясе и уходят. Мне кажется, что это не совсем правильно. Да, это не очень правильно, мне кажется. Потому что все-таки, если вы пишете о еде, то вы должны как-то понимать, какое мясо хорошее, какое не очень. Ага, ага. Вот. Но это... Вот сейчас такая мода пошла. Хорошо, хорошо. А скажите меня, вот по-другому тогда спрошу, скажите, а вот тяжело вообще писать о еде? Да, тяжело, потому что должен быть некий такой критерий вкуса. Собственно, почему тот человек, который читает твои статьи или слушает твои лекции, должен тебе доверять? Почему твой вкус лучше, чем его вкус? Это же нормальный вопрос, да? Да, да. Вот. И поэтому нужно за основу убрать некие такие объективные вещи. Ну, свежесть продукта мы все понимаем. Потом какие-то вещи могут быть такими индивидуальными, степень остроты, степень соли, степень перца. А какие-то вещи объективными, то есть, например, правильная прожарка мяса, это такая аксиома, да? Ну, хорошо. Но скажите, ну, все равно же, да, перед тем, как писать какие-то там статьи о еде, там, публично заявлять о том, что там вкусно может быть и невкусно, здесь же где-то надо набраться опыта. Конечно. Где вот вы набирались опыта перед тем, как вот уже... А нужно просто очень много есть. То есть не в том смысле, что много килограммов еды, а много всего пробовать. Это как, знаете, вот готовят сомелье, и они начинают вам объяснять, какие здесь нотки. Вот здесь вот у нас там персик, а вот здесь у нас абрикос, а здесь у нас малина, а здесь у нас дымок. Вот, в принципе, человек, он должен развивать свой вкус, он должен с завязанными глазами различать самые-таки небольшие различия во вкусе. Вот, и в этом случае он может говорить, да, это остро, это не очень остро. И потом, понимаете, чем отличается хороший повар от среднего повара? Хороший повар не ставит недосол на стол. Вот у нас какое-то время было очень модно в ресторанах недос... Соль на столе, да, говорят? Соль на столе, да, соль на столе. И это неправильно, потому что если вы идёте на авторскую кухню, значит, вы доверяете этому повару. Вы пробуете то, как он видит эту еду. И это очень важно. Вот поэтому я очень вам доверяю сейчас в тех специях, которые вы положили. Мне интересно их попробовать. Можно только мясо подавать и спрашивать, допустим, вы хотите ещё соли, вы хотите ещё перца. Это понятно, потому что там вы оцениваете вкус мяса. Ну что ж, тогда я думаю, что не стоит затягивать, а стоит попробовать. Да. Давайте. Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Да, хорошо. Тогда я вот так сделаю, смотрите. Смотрите, вот так вот, оп. Очень красиво. Тамара, ну что ж, я вас пригласил в такой импровизированный, маленький, на двоих китайский ресторанчик, видите, эксклюзивный. Поэтому я вам предлагаю попробовать вот лапшу, лапшу-удон, пшеничную лапшу с креветками, с овощами и с жареным яйцом. И что мне очень нравится, Володя, это то, что вы не пожалели креветок. Да. Я это оценила. Видимо, это было приготовлено, задумано на троих, а вы нет? Да, да нет. Третий не пришёл, как говорится, третий лишний. Ну, вы, вот правильно, то, что вы едите вилкой, потому что есть немало сейчас азиатских стран, где едят уже вилкой. И, например, в Гонконге очень часто едят не палочками, а вилкой. Я это заметила. И, в общем, ну, может быть, это влияние Англии. Ну, по крайней мере, далеко не везде едят палочками. Ну, лапшу, как говорится, макароны же едят у нас вилкой дома. Поэтому и лапшу можно есть вилкой, а можно есть и палочками. Но вы знаете, вот насчёт остроты, это вы как-то себе польстили. Не острый разве? Ну как, нет, я чувствую остроту очень хорошо. Не то, что там надо запивать водой, но блюдо достаточно острое. Мне кажется, если человек бы взял, который вообще не ест острое, он бы сказал, что, о, ребята. Ну, наверное, наверное, это просто, если привык ходить в азиатские рестораны, то да. Ну да. Кстати, я бы сюда, может быть, ещё, ну, здесь кунжут есть, я бы, может быть, добавила арахисовый орех. Ага, кстати, да. Арахис был бы здесь замечательного, обжаренный арахис, да, он бы ещё бы подчеркнул всё это. Да, да. Да, видите, вот как вот полезно приглашать в гости ресторанного критика. Тамара, а ещё что можете посоветовать? Что вообще скажете о блюде? Вы же столько всего пробовали, я думаю, что вы пробовали всяческую лапшу, какая-то может быть. Вот кроме ореха, что бы ещё можно было добавить, или что здесь лишнее, по вашему мнению? Вы знаете, я дома делаю собу, добавляю туда водоросли. Соба, это мы скажем, наверное, это гречневая лапша. Да, соба это гречневая лапша, и я тоже отвариваю её аль дентой, даже меньше, чем аль дентой, она такая почти жёсткая в начале. И я отвариваю сушёные водоросли, после чего я буквально сразу же добавляю эти водоросли в лапшу. Перед этим обжариваю креветки прямо в панцирях. Если вот очень многие люди любят, когда креветка обжарена в панцире, а панцирь даёт дополнительный вкус самой лапше, это очень интересный вкус. Он другой, мы туда добавляем тоже определённый соус, это может быть соевый соус, это может быть хайсин, это могут быть... Можно добавить, например, если у вас есть какой-то экзотический фрукт в виде даже конфитюра, например, это может быть ананасовый конфитюр или манго, можно ложечку добавить, и это добавляет вот этот сладковатый соус. Мне кажется, что это совсем неплохо. Попробуйте. И вместе, кстати, с соевым соусом это даёт и остроту, и слабость. Ну, это азиатские, азиатские вот эти вот решения. И азиатские вот эту нотку, да. Поэтому вот, собственно говоря, всё. А всё остальное я делаю так же. Креветки, соба, водоросли. Если есть овощи, это могут быть какой-то, может быть, болгарский перец или можно даже томат. Это совсем не по-азиатски, но тем не менее, в общем-то, он совсем не портит, если маленькие те же помидоры черри, то можно добавить. Слушайте, ну, хорошо, а что вы скажете про сами креветки-то? Креветки очень плотные, хорошие, и они почти все одной формы, что бывает редко, когда покупаешь креветки у нас в магазине. Они хорошо откалиброваны. Да, совершенно верно. Не просто откалиброваны, у них форма такая, округлая форма раковины. Ну да. Что вообще большая редкость. У меня тоже есть такая. Да. Ну так нет, они все такие, посмотрите, вот буквально какую креветку не возьми, как будто это сделано специально. Так что замечательно. Форма креветок вам особенно удалась. Да, форма креветок, да, я хорошо их закрутил, будем так говорить. Ну, тогда что, можно как-то резюмировать, наверное. Я молодец или не очень? Вы молодец. Вы молодец. Я бы еще чуть-чуть соевого соуса добавила, но это индивидуально. Кому-то, может быть, покажется и так очень острым. Ну вот я, честно говоря, ем, мне прям вот, ух, наверное, просто снизу взял, потому что у меня, ух, прям. Нет, ну в данном случае речь не об остроте, а именно о той солоноватости, которую добавляет соевый соус. Я вас понял, да, ну здесь уже не скажешь, да, соль на столе, как говорится, добавляйте, как говорится, что приготовил, то приготовил, но я могу сказать, что сегодня был с вами Владимир Павлов, дежурный по кухне. У меня сегодня в гостях была замечательный критик Тамара Иванова Исаева, которая хорошо, так сказать, пропесочила меня за лапшу, дала какие-то наставления, поэтому если вы хотите хорошо готовить и уметь готовить, смотрите телеканал «Еда» и приятного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok